Снова здарова, дамы и господа, на связи Роман и канал Фризсен Геймс. Мы продолжаем с вами Звездные войны Галактика Героев. Сегодня видео выходит 23 февраля, поэтому мужчинки, с праздничком у вас. И есть хорошие новости. Наконец-то просили очень давно, хотели, ждали Джа-Джа Бинкс. Приходит, соответственно, добавляется в игру. То есть на данный этап добавлен уже босс нас. То есть это, соответственно, лидер будет Гунганов. Будет целая отдельная фракция, которая так и называется Гунганы. Далее будет Капитан Тарпалс, который решительный нападающий. То есть вполне вероятно, что это будет как раз атакующий персонаж. Но при этом Гунган Бумадьер тоже универсальный атакующий персонаж. Вот, то есть посмотрим, кто из них окажется кем. Есть еще, соответственно, Гунганская фаланга. Это будет, соответственно, танк. И будет Джа-Джа Бинкс. На получение Джа-Джа Бинкса потребуются все, соответственно, персонажи. Также Королева Амидала будет добавлена. Для Галактической Республики она уже выйдет, соответственно, в следующем завоевании. И, если я не ошибаюсь, у меня где-то тут было записано, но я, естественно, все потерял. То будет новый рейд. Рейд, который так и называется Битва за Набу. Что-то там говорили про еще одну бонусную планету на восходе Империи. Ну, там тоже я не помню, если честно, что конкретно там говорилось. А смысл какой? То есть, смотри, сейчас они добавили, соответственно, поле битвы на Бу-1. Особое знаковое событие, где мы можем получить на три звезды босса НАСА. Получить еще какие-то плюшки дополнительные. И в третьей категории время от времени формить по пять осколков. То есть, я специально слил все свои кристаллы ради тебя, мой дорогой друг. Для того, чтобы посмотреть, что же у нас в третьей категории, будут ли там осколки. И да, осколки здесь есть. Как я понимаю, их здесь можно будет формить, в принципе, любое количество. Вполне вероятно, что в четвертой категории осколков опять не будет. А в пятой и далее уже, соответственно, тоже могут быть. То есть, могут они быть опять же через один. Здесь я тебе точно не скажу, информации стопроцентной не обладаю. Если обладаешь, то напиши об этом в комментариях, пусть знают все. У меня Джаджа, соответственно, уже в скольки-то звездах? В четырех звездах. Ой, Джаджа, босс НАСА. И в целом, довольно интересный персонаж. То есть, давай мы сейчас перейдем в коллекцию. Посмотрим, где у нас добавилась, соответственно, новая фракция. Вот она, Гунган, пожалуйста. Здесь пока только босс НАСА. Но это, естественно. Он у нас, соответственно, лидер. Гунган, светлая сторона, поддержка. Блин, прикольный тип. Серьезно, прям нарисовали вообще четенько. Далее, что у нас? Базовая атака, которая, по сути, атакой и не является. То есть, она накладывает на вражескую цель ослабления атаки на один ход. И призывает на помощь другого случайного союзного Гунгана. Который наносит на 30% больше урона. Во время своего хода босс НАСА восстанавливает 30% защиты. Получает плюс 10% к максимальной защите. Суммируется до 100% до конца схватки. И накладывает на вражескую цель слабость на один ход. Первая особая, которая называется благосклонность Бомбада. Снимает все отрицательные эффекты союзных Гунганов. И дает им 25% шкалы хода и возмездие на два хода. Союзники восстанавливают 20% защиты. Среди активных союзников есть генератор щита. Снимает с него один заряд перезарядки. Союзные Гунганы получают дополнительные эффекты в зависимости от роли. Агрессоры повышают критический урон на два хода. Танки провокацию также на два. И лекари и бойцы поддержки также ускорение на два хода. Вторая особая называется устрашающий приказ. Снимает все положительные эффекты со всех врагов. Это круто. Если у врага были положительные эффекты, отнимает у него 25% шкалы хода, то есть 4% положительных эффекта, то это уже соответственно минус 100% шкалы хода. То есть полностью срезает шиха. Это офигеть не встать. Если враг был сепаратистом, вместо этого отнимают у него 50% шкалы хода. То есть, ну, это очевидно. Накладывает уязвимость на два хода на вражескую цель, а также ослабление обороны, два заряда эффекта длительного урона и невосприимчивость к лечению на два хода на всех врагов. Прикольная штука, будет достаточно полезной. А лидерка, при этом она на ТБшку вроде как распространяется. Да, давай прочитаем максимальное описание. Здесь есть и Дзета, и Амикрон. Союзные гунганы получают 30% к максимальной защите и атаке, а также плюс 30% к скорости. Хороший баф на самом деле. Когда союзный гунган атакует вне очереди, а атаковать он будет довольно часто, он накладывает понижение скорости на один ход. Когда здоровье союзного гунгана впервые опускается ниже 50%, он получает 50% бонусной защиты на два хода. Бонусная защита скалируется, если я не ошибаюсь, от максимального количества здоровья. Соответственно, 50% здоровья он просто накинет сверху в виде защиты на два хода. Если среди союзников есть генератор щита, когда он теряет заряд перезарядки, союзные гунганы получают 1% к максимальной защите, суммируется до 50% до конца схватки. При уничтожении генератора щита, союзные гунганы получают 50% шкалы хода. В конце своего хода союзный гунган снимает заряд перезарядки. То есть, получается, каждый раз, когда ходит гунган, либо, соответственно, использует босс на способности, снимаются перезарядки, при этом увеличивается максимальная защита у, соответственно, всех гунганов. Если в начале боя все союзники гунгана призывают на поле боя вот этот генератор щита при наличии свободной ячейки, это понятно. Что делает омикрон? Гунганы получают не 30%, а 50% к максимальной защите. В начале своего хода союзный гунган восстанавливает 20% защиты и снимает все отрицательные эффекты. Это, на самом деле, уже смахивает чем-то на уникалку Трей, которая тоже снимает отрицательные эффекты со своих союзников, ситков, по-моему, если не ошибаюсь. Когда на союзного гунгана накладывается ошеломление или оглушение, он снимает его и восстанавливает 75% защиты, а также получает 4 заряда эффекта длительной защиты, 10% на 2 хода. Вот это, на самом деле, прикольно. То есть, даже если его ошеломляешь и оглушаешь, то ему это только, наоборот, на пользу будет. Соответственно, какой резон? Наверное, все-таки кидать потрясение. Оно запрещает получение положительных эффектов. Страх. То есть, ну, можно как-то из этой ситуации выкрутиться. Стойкость анкура. Или анкура, я не знаю. Тут тоже, в любом случае, дзета есть. И это уникалочка. В начале боя босс нас теряет 75% максимального здоровья и получает столько же максимальной защиты. Я смотрю, довольно часто начали использовать, когда здоровье либо перегоняется в защиту, либо защита в здоровье. То есть, ну, такая уже заезженная тема, если честно. В начале своего хода босс нас получает прибавку к эффективности в размере 50% от текущего запаса защиты до начала своего следующего хода. То есть, по эффективности у него, в принципе, будет пушка-космос. Поэтому, скорее всего, ему эффективность не имеет смысла будет какого-то вообще в целом прокачивать. Я думаю, что здесь вполне вероятно, что это будет скорость и здоровье. Когда на врагов наложено понижение скорости, они получают минус 25% к шансу на критические удары и атаки. Если среди активных союзников есть генератор щита, когда союзный гунган теряет шкалу хода, он получает 20% от своей текущей максимальной защиты, суммируется до конца боя. А когда босс нас накладывает отрицательный эффект, он наносит пораженной цели чистый урон. Вот это, кстати, неплохо. Чистый урон, это прям хорошо. Ну, здесь, видишь, много чего на бонусной защите завязано персонажа. Поэтому вполне вероятно, что персонажи должны быть пожирнее, ну, в плане максимального хп. Поэтому вполне вероятно, что у всех будет использоваться с этой защитой хп. Но это мое личное мнение, пока я их не видел, поэтому не знаю. Генератор. Базовая. То есть генератор еще что-то там умеет. Смотри. Базовая. Плазменный импульс. Все союзные гунганы восстанавливают 100% защиты, получают 25% шкалы хода и снижают перезарядки своих способностей на один ход. Это круто. Почему я удивился? Потому что этот генератор щита на событии, на данный момент, его нельзя проверить, потому что там квай-гон используется в союзниках. То есть не выполняются требования. Уникалка. Щит большого бомбада. Генератор щита обладает 10 зарядами плазменного щита. Этот эффект нельзя скопировать, снять или предотвратить. Когда генератор получает урон, он теряет 1 заряд. Пока генератор щита активен, союзные гунганы получают следующие бонусы. Плюс 500% к обороне. Извини меня. Невосприимчивость критическим ударом. Сниженный урон от эффектов процентного урона здоровью. Это просто что-то с чем-то. Это пушка. Плазменный щит. Пока у боевой единицы есть этот эффект, ее союзники получают следующие бонусы. Уникалка. Гордость великой армии. У генератора щита нет здоровья или защиты, и он не может быть уничтожен, пока у него есть заряды плазменного щита. Когда все заряды плазменного щита заканчиваются, генератор щита уничтожается. Генератор щита невосприимчив к отрицательным положительным эффектам, а его максимальное здоровье и защиту нельзя повысить. Ну и соответственно срезать тоже нельзя. Генератор щита обладает 50% заряда перезарядки. Этот эффект нельзя скопировать, снять или предотвратить. Когда генератор теряет все заряды перезарядки, он делает дополнительный ход и вновь получает 50% перезарядки. Перезарядка. Эта боевая единица делает дополнительный ход по окончанию всех зарядов этого эффекта. И уникалка. Призванная единица. Эту боевую единицу можно призвать только в пустую ячейку союзника. Очевидно. Эту боевую единицу нельзя призвать в определенных рейдах. Эту боевую единицу нельзя оживить. Данная боевая единица не учитывается при подсчете убитых боевых единиц. Эта боевая единица покидает бой, когда у нее не остается союзника. Боевую единицу и ячейку, которую занимает эта призванная боевая единица, нельзя оживить. Ну, в принципе, огонь. Гунганов сделали как положено. Это хорошо, это радует. Посмотрим на остальных, но я думаю, что пачка будет в принципе достаточно интересной. Я хочу. Я уже хочу получить гунганов, джаджи и все остальное. А теперь самое главное. Моддинг мне сделал Тоха. Моддинг на инквизиторий для получения третьей сестры. Сейчас мы его сразу и проверим. Он попросил записать видео, то есть, видимо, обкатать надо. Возможно, он какой-то экспериментальный. То есть, я не знаю, почему он просил обкатать, но тем не менее. Сейчас я как посмотрю, уже стоит весь необходимый моддинг. Давай сразу мы с тобой посмотрим. Смотрим. 501 Афро ГР, джедай, джеву для ульты, рей. Это уже, кстати, не надо. Надо будет его потом удалить. Инквизиторий. Инквизиторий. Особая на реву. Вот оно, пожалуйста. Гранд инквизитор. А, ну, в принципе, уже стоит. То есть, на всякий пожарный он мне еще и замодил вторую сестру. Но со второй сестрой мне не очень нравится, если честно, заваливаться. Да, я смотрю, что здесь уже, в принципе, моддинг, модули стоят на всех, которые надо, чтобы стояли. Девятая сестра и, соответственно, восьмой брат. Окей, пойдем тогда в атаку. По сути, у нас остается тактика та же самая. Вторую сестру я не беру. Восьмой, пятая, седьмая, девятая. Гранд, поехали, попробуем. Заодно обкатаем, а ты, Тоха, потом посмотришь видео здесь. Он попросил записать видео и скинуть ему, но мне лениво, поэтому я лучше сразу на ютубчик закину. Пусть все видят, как Тоха сделал хорошо или обосрался по самой помидорой. Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. Так, не знаю здесь в кого, если честно. Тут, наверное, надо было вдавчу. Так, стан. Прохил пока мне не нужен. Пять. Шесть есть. Давай мы делаем сюда. Теперь потихонечку мы, соответственно, будем косить. Ребята, у меня сейчас подрывы еще будут, но защита пока еще есть, поэтому я, наверное, не то чтобы хилять пока буду. Так, 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 так. А это, по-моему, снимает все отрицательные эффекты. Снимает положительные, накладывает, и если на вражеской церкви, дает всем союзникам сопротивление против... Так. Давай мы, знаешь, что сделаем? Сделаем мы, наверное, вот так. Мне бонусная защита здесь явно понадобится. И сейчас я буду отхиливаться потихоньку. Потому что сейчас пошел подрыв. А прохил на этом я оставлю. Тихо-тихо-тихо. Так, кого бы тут еще покоцать? Ну, они сейчас уже должны помирать. Блин, мне бы так-то было бы неплохо... Наверное, стоит сейчас прохилиться, потому что защиты не осталось. Это очень плохо. Теперь базовыми бью, чтобы они успели откатиться до битвы с МДК. Ну, в целом, нормуль. Конечно, покоцаны немного, но отсюда прям совсем чистеньким, сухим выйти из битвы, ну, тоже такое себе мероприятие. Так, давай. Мне надо, чтобы седьмая сестра сходила раньше, чем сходит МДК. Блин, а эта-то штука у меня не готова еще. Вот это плохо. Так, запрет есть. Давай мы тогда, наверное, сделаем... Блин, я ему не буду сейчас прорезать броню. Знаешь почему? Потому что я планирую сделать... Планирую накинуть вот бонусной защиты немножко. Так, окей, прохил мне пока не нужен. А теперь можно и прорезать ему броню. Как говорится, лучше поздно, чем никогда. Да нет, здесь мы закрываем нормально. Хорошо. Хорошо, прошло. Отлично. Этот моддинг, значит, можно оставлять. В целом, можно использовать. Это радует... А что, сколько у нас там в целом осколков на данный момент уже накопилось? Потому что я не посмотрел. Давай быстро взглянем, чтобы мне примерно понимать, когда будет третья сестричка. Потому что на нее тоже надо дохриллионы ресурсов. Так, 30 из 37. Ну, 30 осколков, то есть, получим. Может, еще кто-то ударит. Так, и давай тогда сразу, наверное, что? А, тут еще проходим боевые. Тут еще тоже проходим боевые. И тут, соответственно... Ну, это потом. Это потом. Ладно, тогда уже пройду боевые за кадром. Потому что сегодня все равно праздник. И нечего сидеть на ютубе, да, смотреть всякие видосы бесполезные. Вот, на этом я хочу поздравить еще раз себя с наступающим праздником. Поздравить с добавлением Джаджи. Очень многие ждали и Джаджу, и, в принципе, Гунганов. Поэтому ждем, когда будет весь полный состав. И, соответственно, далее уже сделаем какие-то выводы. На этом у меня все. Подписывайся на ютуб-канал, на телеграм-канал, на бусте. Пиши лайк, ставь комментарий. Большое спасибо, что посмотрел. С тобой был Роман. И да прибынет с нами сила. Роман.